Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим описание машинно-аппаратурных схем линий производства кормовых дрожжей на зернокартофельной и миласной барде. На многих спиртовых заводах работают цехи по производству кормовых дрожжей с использованием в качестве сырья зернокартофельной и миласной барды. В процессе дрожжегенерирования кормовые дрожжи синтезируются в основном за счет неорганического азота, вводимого в барду с дополнительным питанием. Благодаря этому вторичная барда по содержанию азота мало уступает первичной. Дрожжевые цеха позволяют утилизировать отход производства и получить ценный продукт. Кормовые дрожжи, используемые для обогащения кормов усвояемым протеином и витаминами, резко повышающими продуктивность животных. Производство кормовых дрожжей из зернокартофельной барды по сравнению с миласной отличаются. Главным образом способом подготовки среды к выращиванию. Здесь я сделаю отступление и напомню, что на канале есть видео, посвященное машиноаппаратурным схемам выращивания плесневых грибов. С этой машиноаппаратурной схемой и видео вы сможете ознакомиться по ссылке в подсказке или в описании. В этом видео мы подробно разбираем, как готовятся среды для выращивания микроорганизмов. Возможно, что эта информация вас заинтересует. А мы продолжаем про кормовые дрожжи. Сушку кормовых дрожжей производят на вальцовых или распылительных сушилках, куда суспензию подают после предварительного концентрирования на сепараторах или после предварительного упаривания. В распылительных сушилках форсунки механические, пневматические или диски, вращающиеся с большой окружной скоростью 150-200 метров в секунду, распыливают концентрированную дрожжевую суспензию в сушильной камере, в которую подают накреты воздух или смесь воздуха с топочными газами. Благодаря тонкому диспергированию частицы суспензии получают сильно развитую поверхность тепла и масса обмена, вследствие чего процесс сушки протекает интенсивно, 10-30 секунд. И качество дрожжей не ухудшается. Процесс полностью механизирован и автоматизирован, протекает в закрытой аппаратуре, предотвращающей выделение пыли в помещении. Достоинства распылительных сушилок обуславливают целесообразность их применения при производстве дрожжей, несмотря на их высокую стоимость. Конструкцию распылительных сушилок мы уже рассмотрели в отдельном видео, которое вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании или в подсказках. Кроме этого, на канале есть обзоры, посвященные другим сушилкам, действующим по другим признакам. Шахатные сушилки, прямоточные или циркуляционные, конвейерные и другие сушилки. Ознакомиться с обзором этих сушилок вы можете, перейдя по ссылке в описании. А сейчас мы рассмотрим машинно-аппаратурную схему линий производства кормовых дрожжей на зерно-картофельной барде. Зерно-картофельную барду через фильтр 1 и расходомер 44 подают в насос 2, которым она перекачивается в теплообменник 3 типа труба в трубе, где несколько охлаждается, нагревая фугат, поступающий сюда из сборника 39. Подогретый фугат направляют в сборник вторичной барды 5. Барда из-за теплообменника 3 поступает на разделительное сито 6, которая отделяет дробину от грубого фильтрата. Дробина попадает в сборник 5, где смешиваясь с фугатом образует вторичную барду, которая насосом 4 выкачивается в барда-раздатчик. Грубый фильтрат с разделительного сито поступает в сборник 7, куда одновременно добавляют раствор сульфата аммония измерника 8 и в случае необходимости также ортофосфорную кислоту измерника 45. Сборник 7 служит смесителем и выдает уже готовую среду для выращивания. Водный раствор сульфата аммония готовится в декантаторе 10, откуда перекачивается насосами 11 в мернике 8 и 15, снабжённые переливными трубами на случай переполнения. Ортофосфорная кислота подаётся из цистерны 41 в мерник 45. Из этого же мерника ортофосфорная кислота подаётся в аппарат чистой культуры. Насосом 9 среда из сборника 7 через магнитный осадитель 12 и песколовушку 13 непрерывно поступает в теплообменник 14, где охлаждается до 33-35 градусов Цельсия и с этой температурой поступает в дрожжи растительный аппарат 26 через расходы мер 19. Среда после расхода мера перемешивается в смесителе 25, в который по мере надобности подают маточные дрожжи насосом 18 и при необходимости серную кислоту или аммиачную воду. Серная кислота из цистерны 20 и аммиачная вода из цистерны 21 самотёком поступают в перники 22 и 23 и из них с сжатым воздухом подаются в указанный выше смеситель. Для подачи сжатого воздуха установлен компрессор с ресивером 24. Маточные дрожжи готовятся в большом аппарате чистой культуры 16 и малом 17. Грубый фильтрат поступает в них по трубопроводу от насоса 9. Раствор сульфата аммония измерника 15. Ортофосфорная кислота измерника 45. В аппараты чистой культуры подаётся сжатым воздухом также небольшое количество мелассы из сборника 42 через мерник 43. Выращивание дрожжей производится в дрожжерастительных аппаратах 26. Для аэрации дрожжерастительных аппаратов и аппаратов чистой культуры установлена воздухотувка 28 с висциновым фильтром 27. Готовую дрожжевую суспензию кормовых дрожжей в виде эмульсии из дрожжерастительных аппаратов направляют в деэмульгаторы 29, в которых пена гасится механически вакуум насосом 30. Дрожжевая суспензия проходит сепаратор газа 31 и насосами 32 подаётся на вибросита 34. Отделяемая на вибросите дробина как правило поступает в сборник дрожжевого концентрата 36. А дрожжевая суспензия лишённой дробины направляется в сборник 35. Отсюда она насосами 33 подаётся через песколовушку 13 на дрожжевые сепараторы 38. Из сепараторов дрожжевой концентрат поступает в сборник 36. А фугат лишённой дрожжей в сборник 39. А из него насосом 40 в сборник вторичной барды 5. Дрожжевой концентрат вместе с дробиной насосом 37 направляют в распылительную сушилку. Предусмотрен вариант избытка дрожжевой суспензии из распылительной сушилки в сборник 36. Для сушки кормовых дрожжей применяют также вальцовые сушилки. Ознакомиться с конструкциями распылительных сушилок и вальцовых сушилок вы можете, посмотрев отдельные видео, посвящённые этим сушилкам. Посмотреть эти видео вы можете перейдя по ссылкам в описании или подсказках. А сейчас мы рассмотрим вторую машинно-аппаратурную схему производства кормовых дрожжей, но уже на миласной барде. Для спиртового завода мощностью 2500-3000 дал спирта в сутки. Для завода в другой мощности применима та же схема, но с изменением числа и размеров дрожжа растильных аппаратов, сепараторов, сушильных агрегатов и воздуходувных машин. Выращивание дрожжей ведут в одну и две стадии. Соляную и ортофосфорную кислоту из железнодорожных цистерн перекачивают насосом 2 в футированные внутри резервуары 3 и 5, снабжённые ловушками для конденсирующихся газов. Резервуары 3 и 5 находятся на открытом воздухе. Из наружного резервуара 3 соляная кислота чрезмерника дозирующими насосами 7 через ловушку 4 подаётся в дрожжерастильные аппараты 26 и 27. Дрожжегенератор 67 и большую дрожжанку 73. При подаче кислоты в каждый аппарат отдельным дозирующим насосом PH среды поддерживается в первой стадии выращивания в пределах от 4 до 4,2, а во второй стадии от 3,5 до 3,8. Ортофосфорную кислоту из наружного резервуара 5 насосом 6 подают один раз в смену в декантатор 12, предназначенные для приготовления растворов солей. Диаммоний фосфата и карбамид выгружают из вагонов передвижным транспортером на склад. Отвесив определённую дозу на весах 14, соли при помощи монорельса с тельфером 15 загружают в декантатор 12, снабжённый мешалкой. Сюда же добавляют 5-6-кратное количество к массе солей люторной воды или конденсата из выпарной установки. Всё тщательно перемешивают и готовят раствор в количестве, рассчитанном на суточную потребность. Из декантатора осветлённый раствор солей насосом 13 перекачивают в мерник 18. из которого он самотёком непрерывно поступает в сборники смесителей 19 и 21. Пеногаситель из железнодорожной цистерны сливают или перекачивают насосом 8 в наружный резервуар 1 и тем же насосом в подогреватель 10 и эмульсор 9. Готовую эмульсию из эмульсора насосом 11 подают в мерник дозатор 66, а из него в механические гасители пены 30 и 32. Горячая барда 95-98 градусов Цельсия, содержащая дрожжи с сахарами цеты, из брожной колонны по У-образной трубе сливается в сборник стерилизатор 16, из которого насосом 17 непрерывно подаётся через фильтр 69 в пластинчатые теплообменники 68 для охлаждения до 20-25 градусов Цельсия. Входящая в теплообменник вода проходит через водяной фильтр 69. Направление протока барды и воды через фильтры меняют через каждые 2-3 дня. Охлаждённая до 20-25 градусов барда из теплообменников поступает в сборник смеситель 19, в котором смешивается с растворами солей. Кондиционированную барду питательную среду из сборника смесителя насосом 20 подают периодически через коллектор 22 в большую дрожжанку 73 и дрожжегенератор 67 и непрерывно в дрожжерастильный аппарат 26. Для поддержания оптимального PH среды в дрожжегенератор подаётся измерника или дозирующим насосом соляная или серная кислота. Дрожжи чистой культуры размножаются на стерилизованном меласном сусле. Меласа в определённой дозировке поступает из основного производства в аппараты чистой культуры – АЧК. Посевные дрожжи из АЧК 70 и 71 перемещаются воздухом под давлением в малую дрожжанку 72. Из неё в большую дрожжанку 73, из которой перекачиваются насосом 74 в дрожжегенератор 67. Питательной средой в дрожжанках и дрожжегенераторе служит кондиционированная барда. Размножение дрожжей чистой культуры рода Кандида Тропикалис ЦК 4 и других ВЧК, дрожжанки и дрожжегенераторе проводится попеременно в зависимости от потребности в той или иной культуре. В АЧК 70 и 71, малой дрожжанки 72 и большой дрожжанки 73 среда аэрируются с помощью воздуходувки 23. Культуральная среда в каждом дрожжерастильном аппарате аэрируется от отдельных воздуходувок 24 и 25 соответствующей мощности 60 кубометров на кубометр час. Дрожжевая бражка от первой стадии выращивания из нижней части дрожжерастильного аппарата 26 непрерывно перетекает в пеноотделитель 28, из верхней части которого отделившаяся пена поступает в механический гаситель пены 30. Сжиженная в нем пена, содержащая в одном литре 80-120 грамм биомассы самотеком, движется в сборник суспензии 34. Освобожденная от пены бражка из пеноотделителя 28 подается насосом 29 через сетчатый фильтр 65 на первую группу сепараторов 63. Отток от них и раствор солей направляют в смеситель 21, а из него в дрожжерастильный аппарат 27 для повторного выращивания дрожжей. Дрожжевая суспензия от первой группы сепараторов сливается в сборник 34 и насосом 35 подается на вторую группу сепараторов 62. Суспензия от них с концентрацией биомассы 180-250 грамм на литр в сборнике 36 промывается теплой водой. Сгущается на тех же сепараторах по круговому циклу до 400-500 грамм на литр и перекачивается насосом 37 в плазмолизатор непрерывного действия 43. Получаемый при сгущении отток направляют в тот же смеситель 21. В случае повышенных потерь отток от второй группы сепараторов на время направляют в сборник суспензии 34. Первой группы сепараторов. Дрожжи, выращенные во второй стадии, выделяют по тому же режиму, что и для первой стадии, с использованием пеноотделителя 31, механического гасителя пены 32, двух групп сепараторов 59 и 60, соединенных со сборниками 38 и 40 и насосами 39 и 41. Получаемые оттоки направляют на выпорку, а дрожжевую суспензию концентрации 400-500 грамм на литр в плазмолизатор 43. При одностадийном выращивании в резерве остается пеноотделитель 31 с гасителем пены 32, насос 33 и сепараторы 59 и 60 со сборниками 38 и 40. Сепарирование дрожжей на заводах небольшой мощности осуществляется с включением в работу напорного сборника 75. Для предупреждения загрязнения сепараторов на линии воды и дрожжевой бражки имеются фильтры 57, 61 и 65. К моечной ванне 58 сепараторы подаются по монорельсу Тельфером 64. В плазмолизаторе суспензия непрерывно нагревается до 75 градусов Цельсия и выдерживается 45 минут. Плазмолизированные дрожжи равномерно и с высокой точностью дозировки перекачивают насосом 42 на распылительный диск сушилки 46. Наружный воздух, нагнетаемый вентилятором 44, нагревается в теплогенераторе 45. Поступает в верхнюю часть сушильной камеры 46 и выходит из конической её части по трубе, соединённой с батареей циклонов 48, в которых осаждаются дрожжи из-за отработанного воздуха сушилки. Отработанный теплоноситель сушилки вместе с паром выбрасывается дымососом 50 в атмосферу. Газоход защищён рубашкой, через которую для охлаждения пропускают наружный воздух, подаваемый вентилятором 47. Высушенные дрожжи, пройдя магнитный сепаратор 49, поступают в циклон-разгрузитель 55. Воздух из этого циклона вентилятором 56 возвращается в батарею циклонов 49, а дрожжи ссыпаются в бункер 54. Из бункера 54 сухие дрожжи взвешивают на автоматических весах 53 и расфасовывают в крафт мешки. Наполненные мешки зашивают на мешкозашивочной машине. С помощью транспортера 51 и электропогрузчика 52 мешки с дрожжами на поддонах укладывают на складе в штабеля. Для подачи воздуха в дрожжи растильные аппараты на спиртовых заводах преимущественно применяются в воздуходувке. На слайде представлены напорная характеристика воздуходувки и ее технические характеристики. А сейчас мы рассмотрим конструкцию, принцип действия и технические характеристики аппаратов для линий производства кормовых дрожжей. Аппараты для подготовки среды к выращиванию кормовых дрожжей на зерно-картофельной барде. Основными видами оборудования при подготовке среды к выращиванию дрожжей являются разделительное сито для отделения дробины, теплообменник для охлаждения барды, сборник вторичной барды, сборник-смеситель для приготовления питательной среды, сборник-декантатор для приготовления раствора сульфата аммония, мерники-дозаторы, теплообменник для питательной среды. Следует учитывать, что далее мы рассмотрим некоторые виды из оборудования, перечисленного выше, но не следует использовать рассмотренное далее оборудование как руководство к его установке в ваших линиях производства, а следует использовать как референсный материал, то есть для изучения принципов действия, конструкции. Возможно, что вы найдете современное оборудование со схожим принципов действия, но более эффективное, чем то, которое разобрано в этой лекции. Распределительное сито служит для отделения дробины от грубого фильтрата барды. В качестве распределительных сит могут использоваться конусные сита, а также дуговые сита. Дуговые сита ранее нами уже были рассмотрены в видео лекции, посвященные технологическому оборудованию для ситования, с ситами с неподвижной поверхностью сита. Ознакомиться с этой лекцией вы можете по ссылке в описании или в подсказке. В этой лекции мы рассмотрим устройство и принцип действия конусного сита. Его схема представлена на слайде. Конусное сито представляет собой сито с подвижной ситовой поверхностью. Основным недостатком подобных конструкций сит является неравномерное заполнение рабочей поверхности. Во вращающихся ситовых устройствах поверхность обычно заполняется от 60 до 90 градусов от диаметра барабана. Однако, рассмотрим конструкцию подробнее. В корпусе 7 вращается конусное сито 2 с отверстиями 1,2 мм, выполненное из медного, латунного или стального листа. Живое сечение сита 20%. Внутри конусного сита имеется винтообразная лопасть 4, расположенная по всей его длине. Конусное сито прикреплено к валу 3 и вращается вместе с ним в подшипниках 8 с частотой 30-36 оборотов в минуту. От электродвигателя через редуктор. Барда поступает через патрубок 1 в узкую часть конусного сита и, проходя по сетчатой поверхности к выходу, фильтруется через отверстие сита и собирается в нижней части корпуса, откуда выводится через патрубок 6. Дровина под действием винтообразной направляющей при вращении сита передвигается к выходу и выгружается через патрубок 5. Пар, выделяющийся из барды, выходит через патрубок 9. Теплообменник для охлаждения барды. Перед подачей на разделительное сито барду охлаждают. Тепло барды используется для нагрева фугата, поступающего в сборник вторичной барды, которая соответственно повышает свою температуру, что весьма важно для потребителей вторичной барды. Для охлаждения барды применяются теплообменники типа труба в трубе. Барда в теплообменники протекает по внутренним трубам, а фугат – противотоком по кольцевому пространству. Фугат нагревается от 30-32 до 50-52 градусов Цельсия, а температура барды снижается от 95-98 до 75-76 градусов Цельсия. Коэффициент теплопередачи в теплообменники принимают равным 400-450 ккал на квадратный метр час Кельвин. Рассматривать конструкцию теплообменника труба в трубе в этом видео считаю нецелесообразным, поскольку они имеют стандартные конструкции. Сборник вторичной барды служит для приема и смешивания дробины, поступающей с разделительного сита и фугата, получаемого при сепарации дрожжевой суспензии. В центре цилиндрического корпуса 1 с конусным днищем и крышкой проходит вал 2 с мешалкой 3. Вал с мешалкой вращается от электродвигателя через редуктор с частотой 35-40 оборотов в минуту. Для наблюдения за работой сборника и внутреннего осмотра в верхней крышке имеется люк 4. Для дробины, фугата, а также воды и пара последние используются для мойки и чистки сборника. В крышке сборника имеются 3 штуцера. Дробина поступает через штуцер 5. При отсутствии фугата в первое время работы цеха в сборник подается исходная барда через штуцер 7. Сборник работает непрерывно. Выход вторичной барды и спуск промывных вод производится через патрубок 6. Вследствие плохой текучести барды труба для ее спуска и приемный патрубок должны иметь диаметр не менее 150 мм и наклон трубы не должен превышать 30 градусов к вертикали. Общая емкость сборника рассчитывается на 60-минутное пребывание вторичной барды, количество которой составляет 65-70% от перерабатываемой исходной барды. Корпус сборника изготавливают из стального листа толщиной 4-5 мм. Потребная мощность электродвигателя 3 кВт. На суточную выработку кормовых дрожжей 5 тонн. Сборник-смеситель предназначен для приема грубого фильтрата и смешивания его с питательными солями, то есть получения питательной среды для выращивания кормовых дрожжей. Кроме того, в нем частично удаляется песок из среды. Он состоит из закрытого цилиндрического корпуса 1 и конического днища. В целях лучшего отделения песка вход грубого фильтрата производится в нижней части, цилиндрической части сборника, через патрубок 2. А выход питательной среды происходит в верхней части через патрубок 3. Соли поступают через патрубок 4. Песок при поступлении грубого фильтрата выпадает вниз и собирается в конусе, откуда периодически спускается через патрубок 5. В верхней крышке устанавливается люк 6 для осмотра сборника и отбора проб. Для ввода воды и паропримойки и имеется патрубок 7. Полезный объем сборника рассчитывают на 40-45-минутное пребывание среды. Считая, что объем среды составляет 75-80% от перерабатываемой исходной барды, коэффициент заполнения принимается равным 0,7-0,75. Сборник-смеситель изготавливается из стального листа толщиной 4-5 миллиметров. Декантатор представляет собой закрытый цилиндрический сосуд с конусным днищем и лопастной мешалкой. Нижняя лопасть уменьшенных размеров устанавливается над нижним выходным отверстием. Назначение декантатора – это приготовление раствора сульфата аммония или мочевины и отстаивание их до осветления. Мерники-дозаторы имеют высокий цилиндрический корпус, закрытый сверху крышкой с люком для осмотра. Коническое дно с краном для спуска раствора. Для наблюдения за уровнем раствора в мернике устанавливается водомерное стекло. Количество дозируемого раствора регулируется краном дозатора. Вверху мерника имеется штуцер для слива раствора в случае переполнения. Мерники-дозаторы предназначены для приема раствора сульфата аммония или мочевины в количестве суточной потребности в них и для равномерного непрерывного дозирования этих растворов в смеситель для приготовления питательной среды. Аппараты для подготовки среды к выращиванию кормовых дрожжей на меласной барде. Основным оборудованием для подготовки среды к сбраживанию в этом случае являются сборник-стерилизатор для выдерживания барды, пластинчатые теплообменники для охлаждения, декантаторы для приготовления растворов питательных солей, сборник-смеситель для приготовления питательной среды – мерники-дозаторы. Сборник-стерилизатор предназначен для выдерживания горячей барды с целью ее стерилизации. Он представляет собой горизонтальный цилиндрический сосуд 7, изготовленный из нержавеющей стали. Ввод барды происходит по перфорированной трубе 11. Уровень барды поддерживается отводом ее через патрубок 9, который расположен на выходной трубе с вентилем 19. При случайном переполнении поплавок 18 смыкает электрическую цепь, соленоидный вентиль перекрывает трубу 11. Поступление барды прекращается и включается звуковая сигнализация. В нижней части стерилизатора на опорах 16 установлен горизонтально цилиндрический подогревательный диффузор 6, имеющий щели 15, длиной 200 и шириной 10 мм. Щели расположены двумя рядами к низу под углом 40 градусов к вертикальной оси. В раструбе диффузора 17 установлена пропеллерная мешалка, посаженная на валу 2 электродвигателя 1. При работе двигателя мешалка через раструб нагнетает барду в диффузор, из которого барда выбрасывается сквозь щели, приводя в движение всю жидкость, что препятствует осаждению дрожжей и других взвесей. При необходимости барда подогревается паром, который подается через вентиль 5. Пары и газы из аппарата отводятся по вытяжной трубе 10. Стерилизатор имеет верхний 8 и нижний 13 люки для осмотра и ремонта диффузора. Для полного спуска барды имеется вентиль 14. Для замера температуры установлены термометры 3 и 4. В случае переполнения аппарата бардой избыток барды отводится через патрубок 12. Полезный объем стерилизатора рассчитывается на пребывание в нем барды в течение 60 минут. Аппарат работает при атмосферном давлении. Для охлаждения питательной среды применяются трубчатые и пластинчатые теплообменники. На слайде представлен общий вид пластинчатого теплообменника без дополнительных стяжек. Пластины теплообменника сжимаются двумя плитами, одна из которых неподвижна, другая подвешена на штанге и может перемещаться по ней. При сборке теплообменника пластины прижимаются одна к другой винтами, а при развинчивании могут свободно передвигаться по боковым стержням, которые так же как и винты не показаны на рисунке. Основной деталью теплообменника является гофрированная штампованная пластина 4, имеющая четыре отверстия по углам для прохода жидкости. На слайде справа показана пластина с двух сторон, отличающихся между собой расположением резиновых прокладок, которые устанавливаются так, что каждая пластина с одной стороны омывается охлаждаемой, а с другой нагреваемой жидкостью. Группа пластин, образующих при сборке систему каналов, в которых жидкость движется только в одном направлении, составляет пакет. Один или несколько пакетов, зажатых между неподвижной и подвижной плитами, составляют секцию. Патруки для барды 5 и 6, смотри на схеме слева, располагаются внизу, а патруки для воды вверху, труба 3. Вода, прошедшая пластины 4, удаляется по дной из труб 2, в воронку 1. Наличие большой поверхности охлаждения в ограниченном пространстве и небольшая толщина пластин делают возможным работу пластинчатого теплообменника при разности температур между охлаждаемой и нагреваемой жидкостями в 2-3 градуса Цельсия, что обеспечивает пониженный расход охлаждающей воды. При охлаждении барды водой на одной стороне пластин могут отложиться загрязнения из барды, а на другой – соли накипи, выпадающие из воды. Поэтому через каждые 3-4 суток непрерывные работы направления воды и барды меняют. Теплообменники снабжены термометрами на входе и выходе, манометрами и приборами для автоматического регулирования заданной температуры барды. Если насос, подающий барду, может развивать давление более допустимого для теплообменника в 4 атмосферы, то устанавливается предохранительный клапан. Коэффициент теплопередачи для пластинчатых теплообменников составляет 1275 Вт на квадратный метр Кельвин. Практически принимают, что при охлаждении барды от 100 до 20 градусов Цельсия и при температуре охлаждающей воды 10 градусов Цельсия на 1 кубометр барды в час должно приходиться 2 квадратных метра поверхности теплообменника. Пластины теплообменника изготавливаются из коррозионно-стойких стали. Штанги и стяжки из стали марки Х17. Плиты из СТ-3. Пластинчатые теплообменники имеют два преимущества. Высокий коэффициент теплопередачи и небольшие размеры, которые позволяют быстро и легко производить очистку. Декантаторы, сборники смесителей и мерники дозаторы были рассмотрены в этом видео ранее. Аппараты для выращивания кормовых дрожжей. При производстве кормовых дрожжей на зернокартофельной барде маточные дрожжи выращивают в две стадии. В начале в малом аппарате чистой культуры первая стадия, затем в большом аппарате чистой культуры вторая стадия. Из большого очка маточные дрожжи поступают в дрожжерастильный аппарат. При производстве кормовых дрожжей на миласной барде маточные дрожжи выращенные в аппаратах чистой культуры перед поступлением в дрожжерастильный аппарат размножаются в дрожжанке и дрожжегенераторе. На всех стадиях дрожжегенерирования производится аэрация среды путем продувания воздуха. Основными видами оборудования при дрожжегенерировании являются малый и большой аппарат чистой культуры, дрожжегенераторы, дрожжерастильные аппараты, воздуходувные машины. Производительность дрожжанок, аппаратов чистой культуры и дрожжегенераторов соответствуют производительности дрожжерастильных аппаратов. Дрожжерастильные аппараты. Рассмотрим дрожжерастильный аппарат с эрлифтным воздухораспределением. Аппарат состоит из цилиндрического корпуса высотой 13-15 метров и внутреннего направляющего цилиндра диффузора 4. Внутри диффузора 4 и укрепленного на стойках 7 проходит труба 1 для подачи воздуха. Заканчивающийся у днища специальным воздухораспределителем. Диффузор 4 имеет двойные стенки. Подача питательной среды сусла производится по трубе 2 через воронку 3. Среда поступает в приемную чашу 5. Воздух, поступающий по трубе 1, проходит в аппарат под приемной чашей 5 через щелевые зазоры 6 высотой 20-25 мм. Скорость воздуха в зазорах 20-25 метров в секунду. Пройдя зазоры, воздух диспергируется и устремляется вверх, увлекая питательную среду в диффузор 4. Между стенками которого проходит охлаждающая вода, поступающая по трубе 11 и уходящая по трубе 10. Проходя указанный путь, воздух и питательная среда образуют эмульсию. При этом плотность среды снижается примерно в 3 раза, а объем соответственно увеличивается и уровень ее повышается до 12-13 метров. Хотя питательная среда набирается до уровня около 4-4,2 метра. Питательная среда и воздух поступают непрерывно. Также непрерывно через патрубок 8, перед которым установлен карман 9, зрелая дрожжевая брашка в виде эмульсии отбирается из аппарата в д-эмульгатор и гаситель пены. Патрубок 8 для отбора зрелой брашки эмульсия находится на расстоянии 1 метра 70 сантиметров от днища. Кроме внутреннего охлаждения через диффузор, аппарат имеет наружное охлаждение. Его внешняя поверхность рашается водой из кольцевого трубопровода 12 с отверстиями. Внизу имеется круговой воротник, на слайде не показан, где орошающая вода собирается и удаляется в канализацию. Особенностью этого аппарата является энергичная циркуляция заполняющей его эмульсии, которая в центральной части диффузора под действием поступающего воздуха быстро поднимается вверх, а по периферийному кольцу между стенками аппарата и диффузора опускается вниз с пониженной скоростью, а затем вновь увлекается вверх по диффузору, повторяя описанный путь. Скорость циркуляции эмульсии определяется диаметром диффузора и количеством подаваемого воздуха. Подъем эмульсии длится от 5 до 15 секунд, а опускание от 15 до 45 секунд. Циркуляция обеспечивает хорошее перемешивание среды и равномерное распределение в ней дрожжевых клеток. Расход воздуха на аэрацию составляет 50-65 кубометров на кубометр питательной среды в час. Аппараты этого типа применяемые в производстве кормовых дрожжей на барде спиртовых заводов и имеют различный объем. На заводах, перерабатывающих крахмало содержащее сырье, применяют аппараты главным образом объемом 100 кубов. На заводах, перерабатывающих мелассу объемом 250-600 кубов. Объем заполняемой эмульсии составляет от 80 до 90 процентов общего объема аппарата. Аппараты изготавливают из углеродистой стали, с кислотоупорным покрытием или из нержавеющей стали. Диффузор изготавливается из нержавеющей стали. Для аппаратов объемом от 100 до 320 кубометров средняя продолжительность пребывания среды, оборот аппарата, составляет от 6 до 9 часов. У аппаратов объемом 600 кубов масса обмена циркуляция несколько ухудшаются. И оборот у них достигает 12 часов и более. Следовательно, удельная производительность снижается. Деэмульгатор и гаситель пены. Чтобы процесс сепарирования был эффективным, необходимо зрелую дрожжевую бражку, выходящую из дрожжерастильных аппаратов, освободить от пены. С этой целью в цехах кормовых дрожжей устанавливают пеногасящее устройство, состоящее из деэмульгатора 1 и гасителя пены 10. Дрожжевая бражка-эмульсия из дрожжерастильного аппарата поступает через патрубок 2 в деэмульгатор, где распадается на жидкость дрожжевую суспензию, собирающуюся внизу деэмульгатора, и пену, которая поднимается вверх. Окно 3 служит для приема пены соседнего деэмульгатора. Образующаяся в деэмульгаторе дрожжевая суспензия по трубе 5 перетекает в гаситель пены 10, где она поднимается по двум трубам с отверстиями 6, и орошает пену, поступающую ровным слоем по лотку 9 из верхней части деэмульгатора. Орошение осуществляется без насоса, благодаря разности уровней в деэмульгаторе и трубах 6. Дрожжевую суспензию, в том числе и полученную в гасителе пены, по трубе 7 направляют в дальнейшее производство. Неразрушенная в лотке пена собирается внизу гасителя пены и дополнительно орошается дрожжевой суспензией или водой, подаваемой специальным насосом через дополнительные сопла. Окно 8 соединяет гаситель пены с деэмульгатором. Для ускорения распада эмульсии в деэмульгаторе по патрубку 4 подают небольшое количество воздуха. Объем деэмульгатора обычно составляет 10% от объема дрожжерастильного аппарата. Деэмульгаторы и гасители изготавливаются из углеродистой стали марки ST3. Практика показала, что эффективность работы описанного устройства недостаточно и приходится расходовать большое количество химических пеногасителей, алиновая кислота, суапсток, которые добавляют к орошающей суспензии для лучшего пеногашения. Чтобы уменьшить потери дрожжей, вводят дополнительное орошение стекающей пены. Пеноотделитель с механическим гасителем пены. В пеноотделителе 3 пена отделяется от дрожжевой суспензии, поднимается вверх, заполняя весь пеноотделитель и перетекает в механический гаситель пены 8 по трубе 5. Дрожжевая суспензия из пеноотделителя проходит ловушку 2 и насосом 1 вместе с жидкостью дрожжевой суспензией из сборника 9 подается на сепарацию. Для более полного отделения пены от жидкости внутри пеноотделителя установлен направляющий цилиндр 4. Верхняя часть пеноотделителя, называемая пеноотстойником, несколько расширена, благодаря чему скорость движения пены замедляется, что также способствует лучшему отделению дрожжевой суспензии. Пеноотделители периодически стерилизуют паром. Образующаяся при механическом пеногашении дрожжевая суспензия через специальный отвод поступает в приемник 9, а отделяющийся при этом воздух удаляется по трубе 6. Для лучшего гашения пены из сборника 7 добавляют химический пеногаситель. Объем пеноотделителя рассчитывается по количеству проходящей через него эмульсии и времени, необходимого для выделения из нее воздуха и углекислоты 20-30 минут. Соотношение диаметра и высоты 1 к 3. Для спиртовых заводов мощностью 3, 6-9 тысяч дал спирта в сутки диаметры пеноотделителей соответственно равны 1,5-2,1 и 2,7 метра. Объем пеноотстойника рассчитывают в зависимости от объема пены, обычно составляющей 130-160 процентов объема выделяемой дрожжевой суспензии. И от времени пребывания пены в пеноотстойнике 8-10 минут. Отношение высоты к диаметру 1 к 2. Механический гаситель пены представлен на слайде. Он представляет собой стальной цилиндр, разделенный специальной перегородкой на две камеры 10 и 4. Внутри корпуса вращаются две крыльчатки 9. Крыльчатки вращаются в разные стороны и приводятся в движение электродвигателем 7 через передачу 8. Пена из пеноотделителя поступает в гаситель сверху по трубе и заполняет всю камеру 10. Вращающиеся с большой скоростью крыльчатки разрушают пены. Образующаяся дрожжевая суспензия собирается в нижней части цилиндрического корпуса, имеющей переточную полость 5. Уровень суспензии определяется расположением по трубке 2, через который она удаляется в приемный сборник. Уровень устанавливается так, чтобы крыльчатки только касались дрожжевой суспензии и не углубляясь в нее и вращаясь только в пене. Для того, чтобы пена не попадала в месте суспензии выходной по трубке 2 установлен гидрозатвор 1, который соединен с верхней частью камеры 10 через специальное окно в перегородке. Освобождение цилиндра от суспензии при остановке аппарата производится через патрубок 3. Для внутреннего осмотра и ремонта гасителя имеется боковой люк 6. Воздух и газы, выделяющиеся при разрушении пены, удаляются по трубе 11. При необходимости в пену вводится химический пеногаситель. Дрожжевые сепараторы служат для отделения и концентрирования дрожжей из дрожжевой суспензии. Действие сепараторов основано на различии плотности дрожжевых клеток и жидкой фазы, в которой они взвешены. Разделение дрожжевых клеток и жидкой фазы происходит в тонких слоях суспензии толщиной от 0,8 до 1,5 мм. На конических тарелках, между которыми движется дрожжевая суспензия, проходя сепаратор. При быстром вращении пакета таких тарелок с находящимся между ними тонкими слоями суспензии дрожжевые клетки, имеющие большую плотность, отбрасываются центробежной силой к нижней, внутренней поверхности тарелок и стекают по ним вниз в камеру. Жидкая фаза, освобожденная от дрожжей, фугат, как более легкая, оттесняется по тарелкам к центру, поднимается кверху и через трубу отводится в сборник. Сепараторы обычно устанавливают в один ряд. Если необходимо установить их в два ряда, то между ними оставляют широкий проход не менее 4 метров для удобства их обслуживания. Для подъема тарелка-держателя с пакетом тарелок над линией сепараторов устанавливается монорельс с тельфером. Более подробно о сепараторах, об их устройстве, конструкции, принципу действия, а также марках сепараторов, которые в настоящее время выпускаются промышленностью, вы можете ознакомиться, посмотрев видео, посвященное сепараторам и к кидроциклоном, которое есть на канале. Посмотреть это видео вы можете, перейдя по ссылке в описании. Плазмолизатор предназначен для плазмолиза дрожжей перед их сушкой. При плазмолизе жидкий дрожжевой концентрат концентрации биомассы 400-500 грамм на литр нагревают до 90-100 градусов Цельсия и выдерживают 45-60 минут. Это делается для того, чтобы биологически обезвредить концентрат и облегчить последующую сушку. Плазмолизатор представляет собой цилиндрический закрытый сосуд с выпуклым днищем, внутри которого вращается лопастная мешалка. Для нагрева дрожжевого концентрата в плазмолизаторе установлен медный смеевик, обогреваемый паром. Для удаления пара в верхней крышке расположена вытяжная труба. Общий объем плазмолизатора рассчитывается на 4-х часовой объем поступающего дрожжевого концентрата сгущенной суспензии. Отношение высоты к диаметру 1,8 к 1. Плазмолизатор изготавливается из стали ST3. При периодическом выращивании дрожжей используют два плазмолизатора, которые работают попеременно. Плазмолизаторы устанавливают в отдельном вентилируемом помещении вблизи сушилки. Для сушки кормовых дрожжей используют вальцовые и распылительные сушилки. В этом видео мы не рассматриваем конструкцию и принцип действия этих сушилок. На канале есть серия видео, посвященное сушильным установкам для пищевых продуктов. Посмотрев видео, вы узнаете о том, как устроены, а также как работают сушилки, в том числе вальцовые и распылительные. Ознакомиться с этими видео вы можете, перейдя по ссылкам в описании к этому видео. Вы посмотрели видео, посвященное машинно-аппаратурным схемам линий производства кормовых дрожжей на зернокартофельной и миластой Барде. В этом видео мы также рассмотрели конструкцию, принцип действия и технические характеристики аппаратов, входящих в состав этих линий. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик уведомления, а в колокольчике все уведомления. Поставьте лайк, поделитесь этим видео в социальных сетях. Я уверен, что кому-то будет интересно посмотреть это видео. Желаю вам успехов и до новых встреч.